Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, как ввести пилу в эксплуатацию, если вы купили новую пилу, или же если вы после долгого хранения не можете завести ваш инструмент. Что делать? Первые вообще ваши действия, если инструмент не заводится. По поводу новой. Если вы купили новую пилу, то обязательно надо, конечно же, обкатать. Об этом более подробно у меня есть другие видео. Сейчас я вам бегло просто расскажу, что вам надо будет прежде всего, конечно же, заправить ваш инструмент, а именно залить масло вот сюда. Это масло у нас будет сразу специальным насосом выкачиваться на цепочку и смазывать цепь. Сюда можно заливать любое чистое масло, не лейте только отработку. Сюда мы заливаем уже бензин, смешанный с маслом. Вот. Соответственно, подготавливаем в отдельной емкости, смешиваем и сюда уже заправляем. Дальше обязательно используем только острую цепь, ставим ее режущим вперед, зубчиком. Нельзя ее ставить кверх ногами. То есть, наоборот, только вот так ставим. И идем пробуем заводить. Если вот такая вот, как данная модель, ну и похожая китайская пила, заводится она следующим образом. Включаем кнопочку зажигания, накачиваем праймером топлива, вытаскиваем подсос, дергаем. Она у нас производит первый хлопок, как бы слышим, что запускается и сразу же глохнет. Мы убираем подсос и дергаем еще раз-два. Она у нас заводится, прогревается и начинаем мы работать. Если инструмент новый, не работайте долго. Если инструмент, особенно китайского производства, работайте по 5-7 минут, пока не обкатаете. Это 2-3 бочка. Дальше. Если у вас инструмент уже был, после долгого хранения, если вы не можете завести ваш инструмент, ваши первые действия, вообще, если не заводится инструмент, что вы должны будете сделать? Первое. Конечно же, как и при новом инструменте, проверить, заправлена ли пила ваша. Второе. Если пила заправлена, дергайте, дергайте. Вы, скорее всего, уже очень долго дергали и нервничали. Скорее всего, вы ее просто залили. Особенно, если вы долго дергали на подсосе. Ваша пила не поломана, она просто залита. Для этого, чтобы устранить данную неприятность, вам надо будет, если данного типа пила открутить верхнюю крышечку, если какая-то другая пила с болтами открутить болты, задача добраться до свечки. Вот она наша свечка. Откручиваем ее. Скорее всего, она будет у вас мокрая, залитая. Свечу необходимо просушить или же взять новую. Инструмент ваш перевернуть вот так вот. И подергать, чтобы из поршневой все это дело слилось. Слить бензин. После чего, вкручиваем назад свечу. Подтягиваем. Вам надо будет открыть все заслонки, а лучше нажать на курок управления газом и дернуть ее. То есть, вам надо нажать и попробовать ее дернуть, она сразу же запустится. Ну, конечно же, включить зажигание. Или же, если неудобно так, можно вытащить подсос, убрать его опять до конца, тут выставится полгаза, вы дернете, и она заведется. Если пила... Заводится. Соответственно, в первую очередь, меняйте свечу, пробуйте слить бензин. Если у вас пила заводится, но как-то работает, не хватает и как бы чего-то, смотрите, конечно же, фильтр, который я закрутил, он должен быть чистым. И посмотрите топливный фильтр. Он у вас находится, соответственно, в топливном баке. Делайте вот такой крючок и вот так вот его достаете. Вот он. Данный инструмент новый. Конечно же, фильтр, видно, что он новый. У вас, если он будет темненький, как бы налет на нем такой, то все, фильтр под замену. Также берете просто новый фильтр, этот, соответственно, вот так снимете, новый сюда оденете и пробуйте заводить. Закидываем его внутрь, закручиваем и затягиваем. Вот. Это должны быть ваши первые действия, если после долгого хранения ваш инструмент не заводится. После этого пила должна завестись. Если же там что-то серьезнее, смотрите дальше уже видео, ищите поломку или же везите ее в сервис. Всем удачи. Пока.